Разочарованы мы результатом, потому что команда сегодня выглядела, на мой субъективный взгляд, достойно. Имела в первом тайме хорошее преимущество, которое, к сожалению, мы не реализовали. Ну и было видно, что с таким соперником, как Факел, игра идет до забитого мяча. К сожалению, мы допустили, не нужно вот этот фолл с пенальти, и, соответственно, уже было тяжело играть с Воронежем, поскольку они уже могли играть по счету. Понятно, в конце они могли нам забить и больше, но это, опять же, уже не сколько их заслуга, сколько просто нам пришлось перестраиваться, и во многих вещах уже стали играть больше авантюрно, чтобы спасти игру. Поэтому, к сожалению, результат не в нашу пользу, но эту игру мы можем занести к себе в актив. У кого-то есть вопросы? Александр Васильевич, добрый вечер. Сразу два вопроса. Первый, зная проблема в вашем клубе, что для вас, для вашей команды, какая является мотивация продолжать борьбу? И второй вопрос. Вы выходили в первую Ливу, вы поднимали команду в премьер-Ливу. Сейчас тот опыт побед, он помогает вам в чем-то, в борьбе за выживание фактически? Ну, те проблемы, которые у нас в клубе есть, это наши чисто клубные дела, мы их решили. А что вы говорите двигает нашими футболистами, чтобы выигрывать? Ну, в первую очередь, они самолюбивые футболисты, они хотят выигрывать, они не хотят вылетать. И, наверное, это главный такой стимул для того, чтобы проявлять все свои лучшие качества. А того опыта, о котором вы говорите, там побед, к сожалению, у нас мало побед. Но опыт, мы будем надеяться, что этот опыт, может быть, тоже сыграет положительную роль именно в борьбе за сохранение ФНЛ места. Александр Васильевич, меня зовут Андрей Ильин, админер футбольного 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 ФИК. Вопрос следующий. Насколько важна была, по-вашему, сегодня поддержка болельщиков? Ну, я думаю, всегда приятно, когда приходит на стадион такая большая группа болельщиков. Тем более, когда, наверное, команды и показывают результаты, и, возможно, именно тот заряд, который они, энергетику, которую они дали, она, в итоге, придала, может быть, дополнительные силы именно Воронежу. Но, я думаю, и нам, и нашим футболистам было все равно тоже приятно, когда все-таки слышно поддержку вот этих болельщиков. Пусть она не в наши адресы идет, а в соперников. Но это добавляет такой футбольный антураж, и всегда оно приятно. Двенадцатый игрок? Ну, однозначно, да. Спасибо. Вопрос, Александр Васильевич, подскажите, пожалуйста. Вот первый тайм, первый минут 20 у Олимпа очень здорово получалось на чужой половине поле создавать. Это был план на игру, чтобы забить вначале, и потом, может быть, отойти в обороны? Или факел вынудил вас уже в середине первого тайма все-таки игру перестроить, и больше Олимпа оборонялся? На первые 20 минут у вас много что получалось? Ну, план у нас один был просто победить, когда забить гол, это неважно. Понятно, что хочется чем быстрее забить, тем лучше. Просто мы готовились к этой игре, разбирали. Мне приятно то, что ребята услышали, и старались это воплотить. Понятно, что потом, чтобы играть с таким давлением, не хватило, может быть, силенок, и нужно было паузу. Все-таки так, пусть, наверное, если бы эта погода была бы летом, была бы комфортно, но вот после холодов, которые были в Москве, может быть, вот эта жара для нас апрельская, она определенный опечаток наложила. Поэтому в таком темпе было тяжело продолжать на протяжении всей игры. Поэтому, ну и все-таки Воронеж, давайте все-таки исходить из того, что команда идет в лидеров, бьется за выход в премьер-лигу, поэтому, наверное, она тоже где-то подзавелась, перестроилась, и в какой-то момент, да, инициатива была у них. Но все это, опять же, нам удавалось как-то себя обезопасивать. Единственное, наверное, это больше вот это давление со стандартов, где у них было преимущество вверху, оно, может быть, и дает такой отпечаток, что первый тайм он был равный. А так, по игре, по мне, первый тайм мы все-таки больше наиграли на забитый гол, чем факел.